Привет, друзья! Сегодня у нас с вами задача со звёздочкой из советского учебника. Давайте посмотрим, что тут нам напридумывали. У нас есть с вами единичный квадрат, и в этом квадрате из вершины каждого угла провели по такой четверти окружности. В итоге у нас получилась вот такая вот фигура, и в центре вот такое вот пересечение. И нам нужно с вами найти, по сути, периметр вот этой вот области. Ну или длину вот этой вот кривой или ломаной, которую я обозначил красным цветом. Теперь можно ставить на паузу, смело думать, решать, писать свои ответы и идеи в комментарии. Ну а потом давайте сравнивать, у кого что получилось. Так как у нас с вами квадрат, по сути, все вот эти вот четыре части дуги у нас будут равными по длине. То есть по факту нам нужно с вами отыскать какую-нибудь одну дугу, умножить ее на четыре, и мы с вами получим вот эту вот длину. То есть периметр этой нашей центральной части. А как нам найти длину дуги? Ну, вспоминаем формулу для длины дуги. 2πr, это длина всей окружности, делить на 360 градусов и умножить на угол альфа. Что это за угол альфа? Это вот этот вот уголочек. Ну, его еще можно назвать центральным. Вот этот вот наш угол альфа. Но как нам найти этот угол? Давайте рассмотрим с вами треугольнички. Давайте рассмотрим с вами вот этот вот треугольник фиолетовый. И давайте с вами рассмотрим вот этот вот зеленый треугольник. Оба эти треугольники равны между собой Оба они являются равносторонними Сторона у них, каждая равна по единичке Ну, в общем, не буду подписывать Понятно, да, что все это радиусы Это радиус, это радиус, это радиус, это радиус, это радиус, это радиус Радиус у нас единичка, поэтому вот так вот Раз треугольник у нас равносторонний тот и другой, да То все углы в равностороннем треугольнике 60 градусов То есть вот эта вот штука 60 градусов И смотрите вот эту вот штуку обозначу красным, тоже 60 градусов. И по сути у нас с вами угол квадрата, то есть 90 градусов, складывается из угла 60 градусов, вот этого, плюс вот этот вот угол 60 градусов. Но вот этот вот уголочек альфа получается учтен и в черном угле, и в красном угле, так? Поэтому мы должны его один раз отнять. Ну и отсюда не сложно найти угол альфа, получается 120 градусов, минус 90 градусов, значит угол альфа равен 30 градусов. Отлично, его мы нашли, теперь подставляем нашу формулу и считаем 2π, радиус у нас с вами единичка, деленное на 360, помноженное на 30. Сокращается, 36 делится на 3 легко, получается 12, двоечка, тут шестерочка. В общем, получаем мы с вами π на 6, так? Но это только одна часть дуги, а нам нужно с вами посчитать, чему будет равна длина 4 таких дуг. Поэтому тут ставим знак равенства и умножаем π на 6 на 4. Естественно получится 4π на 6 или сокращаем 2π на 3. Все, ответ готов. Вот такая вот интересная задача, рисунок немного запутывает, но, как видите, никаких сложных формул и рассуждений здесь нет, все довольно просто. Поэтому спасибо за вашу любовь к математике и геометрии, спасибо, что решаете со мной, и пока, друзья, до новых интересных задач!